Рифат Чубаров, глава Меджлиса Крымско-Татарского народа, присоединяется к нашему эфиру. Рифат Абдурахманович, здравствуйте. Приветствую вас. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Добрый день. Прекраснейший материал. Кима Галимова мы только что посмотрели. Очередную серию реальных историй о том, как московиты столетиями платили дань крымскому ханству. К сожалению, сейчас ситуация кардинально изменилась, и россияне третируют население Крымского полуострова. Дошло уже даже до того, что госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на преследование крымских татар и сказал, что власти США заявил, что осуждают это преследование. Насколько массовая сейчас идет охота на крымских татар, крымских активистов, проукраинских активистов на полуострове, если даже в госдепе США обращают на это внимание? Да, действительно, прошлая неделя была очень тяжелой для Крыма. И буквально в ночь после того, как завершилась саммитская платформа в Киеве 24-го рано утром, в 4 часа утра, в семьи крымских татар в городе Бахчисарай, Бахчисарайского района, пришли с обысками. И по результатам обысков 6 человек крымских татар были задержаны. Их вывезли в следственный изолятор ПСБ России по оккупированному Крыму. Но в результате им 7, 6 обвинения, якобы в принадлежности к террористическим организациям. И теперь они ожидают следствия. Ну, понятно, каким будет следствие, каким будет суд, наиболее тяжкие сроки лишения свободы, как раз по этим статьям, которые предъявили новым задержанным крымским татарам. Теперь численность задержанных, арестованных, осужденных по политически мотивированным судебным делам Крыму стало близко 190, я думаю, 186 или 188 человек. Просто меняется все время цифра. И две трети из них крымские татары. Мы признательны, конечно, государственному секретарю США Энтони Блинкену за то, что он обратил на это внимание, осудил, призвал, но мы все понимаем, что изменение кардинальной ситуации в Крыму с правами человека состоится тогда, когда Крым будет освобожден от русских оккупантов. Другого, к великому сожалению, лекарства от тех преследований, репрессий, которые проводятся в Крыму, мы не имеем. Мы знаем также вопиющие случаи того, вот это уже появилась данная информация в открытых источниках, что российские оккупанты раздавали повестки в СИЗО крымским татарам, которые вышли на протесты после новых массовых обысков из задержаний во временно оккупированном Крыму. Вот в контексте того, что во временно оккупированном Крыму готовят новую волну мобилизации в лавы российской армии, насколько вот данная история с повестками, она тенденциозна, скажем так? Ну, смотрите, вот для карателей в Крыму самое главное, чтобы раздавить волю людей, и чтобы они не выходили в поддержку друг друга, чтобы сломить их. И поэтому, кроме того, что проводятся обыски, аресты по результатам обысков, очень системным преследованием подвергаются те, которые пытаются помочь семьям политзаключенных, самим политзаключенным, ну, хотя бы проявлением демонстрации поддержки. Они приходят на суды, хотя, как правило, их туда не пускают, суды проходят закрытыми, или допускают только близких родственников. Люди организовывают специальный сбор помощи для семей политзаключенных. Разумеется, все это отслеживается, и наиболее активные из числа вот таких активистов, они время от времени также подвергаются репрессиям. Некоторых из них арестовывают по сфальсифицированным документам, и они также идут по этапу. И вот когда арестовали 24 августа шестерых крымских татар, и проходил так называемый суд по рассмотрению им запобежных мер по-русски, и вышли люди к судам, и их арестовали 23 человека, то есть шестерым задержанным, которым предъявили обвинение в совершении преступлений тяжелого такого характера, еще задержали 23 человека, пришедших к суду, чтобы проявить поддержку к этим арестованным. Но здесь дело ограничилось административным правонарушением, оформили протоколы, их всех присудили к большим денежным штрафам, но новацией было то, что в то время, когда на них оформляли документы для вынесения административных этих приговоров, в это время сюда, в полицейский участок, пришли представители оккупационных военкоматов, для того, чтобы этим людям предъявить повестки. Но, конечно, они отказали взять повестки, соответственно, на них составили новые протоколы. Субтитры создавал DimaTorzok